Музыка Привет! Зритель один жаждал узнать, жаждала вообще о моих любимых летних шмотках У нас сейчас пасмурно, холодно, мокро и вообще у меня зонтик сохнет Но я все-таки решила это записать Возможно, мой голос будет иногда слышно не очень хорошо а иногда близко Я даже не буду это как-то исправлять Посему вы, в принципе, визуально это смотреть хотите? Одежду словами не обязательно описывать Да-да, у меня тут кусочек Видно, я вчера собиралась ночью Сегодня, может, сделаю АСМР Вон там у меня как раз небольшое количество одежды Сейчас у меня листик с фикуса упал Возможно, было слышно И сейчас я саму себя покажу В своей любимой летней одежде этого 2020 года Когда бывает тепло Иногда оно у нас бывает Я одеваю свою леновую кофточку Она такая универсальная Вообще, я считаю, что по сомнению с весной прошлого года я слегка схуднула Пока немеренно меня оделись одни джинсы Но они не входят в счет теплой Точнее, летней и любимой одежды в этом году Это, короче, были когда-то джинсы Все в них было ништяк На велике хорошо кататься в деревне, в городе Но они вот сами задирались И в этом году я их решила сделать шортами Обрезала сначала неровно Потом вроде как ровно Ну, в общем, как бы как есть В таком прикиде обычно я на велике катаюсь, когда тепло Или с другой футболкой езжу в сад Но так как у нас сейчас только любимая моя летняя одежда этого года То будет только одна вот такая кофта В прошлом году я этот прикид носила исключительно в заправку Помню, мне в комментах кто-то говорил, что надо на выправку Но мне тогда консультанты одежды в том леновом магазине Леновая юбочка, леновая кофточка Цену уже не помню Подсказали, что вот так вот в прошлом году летом было модно В заправку Ну, как этот русский народный женщин такой Я потом совершенно забыла, как я ее носила И одела как хиппи Удобные карманчики Можно положить ключи, платочек При желании даже Средство Для спрыскивания рук подойдет Положить Если, допустим, поперлись в магазин С моей леновой сумкой Которая к одежде вроде не относится Очень круто сочетается Можно вот так Можно без руки в карманы Можно вот так Ну, в общем, вот Универсальная кофта совершенно И к юбке, и к джинсам, и к шортам Ну, джинсы у нас к теплой Точнее, к холодной, наверное, не знаю, как это назвать Короче, к летней одежде сейчас не относится Хотя сейчас буквально я вот в магазин бегала, ездила, ходила В джинсах, и вот в этой кофте, и в курточке поляр Это платье мне подарила подписчица Диляра Не знаю, смотрит она мне еще или нет То ли в шестнадцатом, то ли в семнадцатом году В начале года У него был пояс, но я как-то про него забыла Пошла в магнит, нацепила этот пояс И забыла, что вот тут есть такие вот штучки Из меня пояс Пока я смотрю какую-то заморозку И следил Пришлось его поднимать Перешагивать и убирать в сумочку Потом моя родня меня увидела в этом поясе И сказала, что нехрен тебе с этим поясом Давай посмотрим, как без пояса И я решила, уже спинка роди Ну, в принципе, я без пояса в нем как-то ходила Ходить без пояса Надеюсь, у меня на голове нормальный шухер Потому что я как переодевалась Вот сейчас посмотрю на себя в телефон Когда он выключил, он вполне себе как зеркало Вроде нормально Короче, я в нем ездила в свое путешествие В позапрошлом, кажется, году С Ярубл Туром Пушкинские горы и что-то там еще Оно может вот так вот быть Оно само по себе переезжает вот так вот Наверное, можно спустить совсем как-то на плечики Ну, короче, клевое такое платье Хорошее, длинное, спасибо, дильяре Под него можно не одевать лифчик Так же, как под ту леновую кофточку Ну, вот моя подруга любит говорить леновые вещи Я тоже к нему подцепила Подозреваю, что это какой-то русский-россианский диалект Какого-нибудь там населенного пункта Вот 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 И сейчас у нас будет последний мой сарафанчик Про который я совершенно забыла И страдала Думаю, надо мне сарафанчик Я не помню, где я его покупала Когда, по-моему, в прошлом году, возможно, перед Абхазией Я не помню, брала ли я это платье в Абхазию На юбку-то точно брала Но оно скорее, вот, ну, когда уж совсем такая жаркая погода В нем, вот, слегка жарко Оно там какое-то искусственное Но материал такой прикольный Хотя вот у этого платья тоже искусственный материал Но Оно легкое И сейчас я его тоже продемонстрирую Вот такой сарафанчик замечательный Вот так я стою Выпить и в пузе Вот так я стою прямо Можно носить на бретельках В прошлом году меня эти бретельки так напрягали И где-то до середины июня Они меня тоже напрягали И я их убирала Можно носить вот так В принципе, так оно, как бы, и предназначено Да, рефакт одниво тоже не обязательно делать Ну, я не знаю, если у вас какая-нибудь грудь больше моей У меня, наверное, все-таки Один около нуля То, наверное, можете одеть рефакт Так Вообще, я убирала, как бы, эти бретельки И носила просто на этих лямочках Ну, совсем снимала их Сейчас вот уже так не снимешь Но В принципе, их можно вот убрать совсем Они как бы не мешаются Но если хотите, чтобы у вас плечи загорели У вас вот такое платьишко То лучше на бретельках Ну, тут на резиночке Легкое летнее платье Возможно, кто-то скажет, что у меня совсем мало барахла Которые я делила в любимые шмотки лета этого года Но мне хватает Когда тепло Ну, сейчас у нас холодно И сидит какой-то такой А ну, признавайтесь, кто скоммунист сделал тепло нашего июля, а? Мне сказали, что в Питере сейчас тепло В отличие от обычного Когда вот мы в Питер пару-тройку раз приезжали Ну, пару раз, когда вот конкретно так приезжали Все время было там как-то По большей части мокро и холодно летом А вот теперь у нас мокро и холодно А где-то там тепло Несправедливость Короче говоря Есть другие топики, еще что-то Но это одежда, в которую я чаще всего хожу этим летом Иногда хожу дома В общем, весь такой обзор с матьям Всем спасибо за просмотр Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok